И всем привет, ребят, с вами Мистер Бак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новые устройства на корпуса из командных контрактов, и сегодня вместе с вами мы протестируем Мамонта с подревничком, благо эти все новые устройства у меня на спецаке появились, и теперь можно всё это дело протестировать и найти для себя что-то новое. И интересное, как вы знаете, я здесь тестировал Мамонта с минерчиком, ну а теперь пришло время протестировать Мамонта с подрывником под фреза вкусненького на дальность, и под это всё дело мы ещё берём и ловкача, нет, давайте, наверное, лучше не фреза на дальность, а возьмём лучше фреза с пульсаром, чтобы ещё стопить дополнительно противника. Ну и под овердрайв ещё делать шикарнейшую врывалову, поэтому отправляемся в быстрый бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, ну и посмотрим, насколько будет вообще эффективно работать данное устройство на корпус, ну а если вам нравятся видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунточке, ставите ему личный так-так-темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного мамонта с подрывничком, то это одно из устройств, к которому я присматриваюсь, да, и для меня этот обзор тоже для самого себя покажет, стоит ли брать, например, это устройство себе на основу, есть ли в нём смысл, есть ли в нём вес и насколько оно вообще сильное и актуальное. Закидывает меня, ну, наверное, давайте я скажу, что это плохая карта, поэтому лучше мы её перепикнем, на Бресте будет тяжеловато на мамонта фризе что-то сделать, нам всё-таки нужно бы какая-нибудь такая средненькая карта, бы какая-нибудь такая вкусняшка, которая более будет подходить и более будет хорошо работать. Вот, например, такая карта, Соликамск запикивает нас, но вот здесь уже можно такую тушёночку очень по-вкусненькому реализовать и посмотреть, что из этого получится. Будем выпушивать респы, выдавливать по максимуму противника и уже от этих респов будем стараться на максимум реализовать наш дополнительно подрывничок. Да, по идее, это такая супер жёсткая, агрессивная торпедная комбинация, которая ещё и работает под подрыв оппонента. Не думаю, что противник с самого начала поймёт вообще, что у меня здесь есть подрывничок, поэтому в моменте я буду просто въезжать в оппонентиков, ну и там уже подрывом будем зарабатывать дополнительные киллочки. Посмотрим, насколько вообще большое количество киллов можно будет с этой темы дополнительно получить. Всё-таки это нелёгкий корпус, но под ловкача как будто мамонт смотрится уже как будто я на воспе катаю, да, только, ну, единственное, единственное я такой большой, толстенький и не так быстро газую, да, а так, в принципе, всё работает очень и очень неплохо и эффективно. Так, вижу здесь скопление оппонентов. Ну и отлично под подрывалову, бах, закидываю в два танчика подрывчик. Одного спасатель, конечно, засейвил, ну а второго мы быстренько эффективно сработали. По идее, у мамонта ещё должна быть более большая дистанция подрыва за счёт того, что этот корпус более такой увесистый, более большой. Но посмотрим, насколько это работает так или не так. Будем стараться здесь въезжать. По идее, я даже могу и аптечки не вжимать. Ух ты, хорошенькие, 3000 урона по одному, полторушка сверху по второму. То есть урон наносится прям приятненький такой, приятненький урончик. Из альтернативы, что бы я мог бы взять на мамонта вместо, например, подрывника, да, что было бы эффективно в работе. Драйвер в моменте неплохо, да, можно его использовать, можно иметь быстрее овердрайв. Это будет работать, это будет эффективно. Дальше, что у нас ещё здесь есть интересного такого, да, что бы я мог бы вам порекомендовать и сам взять, да, что могло бы давать ещё плотненького контентика. Ну, например, минёрчик, да, минёрчик на мамонт тоже будет смотреться вкусно, но под другие уже устройства, да, то есть под другую пушку, под другие дроны будет смотреться. Вот если рассматривать именно подрывника, под агрессию, под контент, под врыв, да, например, там на какой-нибудь регби, да, либо на CTF-очку, под врыв, под увоз. Да даже в ЦП вот здесь, в рамках этого боя, то под агрессию, подрывничок точно будет работать, и вы просто выпушиваете противничка, и за счёт этого агрессивного пуша уже получаете дополнительные очки себе в копилочку. Так, так, как у меня здесь сейчас хп мало, и аптечки нет, мне было бы неплохо, конечно, как-то бы к ним поближе подъехать, но, к сожалению, меня уработали быстро. Так, и у меня уже 120 очков, 95% овердрайва. Пока не скажу, что работает прям супер жёстко, не скажу, что прям мегаэффективно это всё дело, но, может быть, сейчас раскроется с овердрайвами, да, то есть, ну, это как будто бесплатный подрыв оппонента, только вот единственное на мамонте до них надо ещё доехать, да, даже, даже на ловкаче надо ещё доехать, надо ещё в упорчик ворвать. То есть, под овердрайвом как будто бы это может работать поэффективнее и пожёстче. Поэтому посмотрим сейчас под оудишечку, как это всё дело будет работать. Запушим сейчас вот здесь оппонентов. По мне сводка какая-то летит интересная. Так, ну и как будто бы уже отсюда я могу вжиматься. Отсюда мы можем вжимать оуди, главное нам в минус не упасть. Так, ну и быстро пролетим сейчас по респам. Там купол поставили на центре, как будто я ещё до купола мог бы успеть дотянуться. Время мало. Нет, не успею я дотянуться до купола. Надо было сразу газовать в купол. Лучше бы набрил бы я типов, которые там в центре под куполом стоят. И спокойнейшим образом ещё бы с них дополнительные бы киллы бы сделал. Так, 8 минут до конца боя у нас сохраняется. Пока что я, ну, нахожу такие полумоменты лишь. Полумоменты на реализацию этого подрывника. Всё-таки на лёгком корпусе, например, там на Воспе, на Хоппере значительно быстрее. Вы можете добираться до этих респов и реализовывать этого подрывника. Здесь всё-таки на Мамонте в моменте это сделать потяжелее. Но в любом случае, урон дополнительный мы на постоянной основе наносим по оппоненту. Поэтому эффективность этого устройства всё равно есть, да. То есть, если у вас, например, нет никакого устройства, вам нравится корпус Мамонт, то подрывник вы сможете реализовать в таком ключе. Так, ну и у нас остаётся 7,5 минут. Ещё более половины боя есть. Соответственно, есть возможность ещё как минимум, как минимум парочку овердрайвов здесь реализовать. Падает у нас ещё и дроповая коробка. Попытаюсь я сейчас въехать здесь в оппонента. Попробуем по нему 3000 урона вкусненьких нанести. Но всё равно его здесь подсейвливает. Хаус урон наносит максимальный урон, вне зависимости от того, на каком дроне играет противник с дополнительной бронёй, с бронёй вообще или без брони. Да, хаус урон наносится при ближайшей дистанции. 3000 урона всегда, что в принципе смотрится очень и очень вкусно, да, когда вы именно выпушиваете оппонентов. 3000 урона на добавочку. Вот, например, сейчас он меня сольёт. 3000 урона просто ему на голову бах! И вы его спокойнейшим образом уносите без шансов. 16 килов у нас за полбоя, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо для такой комбинации, для такого врываловы. Попробуем ещё парочку овердрайвов реализовать себе вкусно в плюс. И, быть может, с этого дела мы ещё и больше сможем заработать, ещё больше фармика получить тогда. Было бы просто превосходно и великолепно. Пробуем здесь слить ещё этого оппонента. По точкам я особо сильно акцент не делаю. Стараюсь именно выпушивать противников. В надежде, что мои тиммейты уже тогда будут захватывать как раз-таки эти точки. Здесь смоки, я смотрю, играют уже под нашим респом, поэтому можно быстренько её тоже набрить. Быть может, процентик овердрайва у меня сейчас поднакопится. И мы сразу же тушанём ещё по вражескому спауну. Ну, либо же есть вариант ещё дождаться овердрайва вот от этого титана. Этот титанчик бы овердрайв свой вкусненький прожал бы. Но, или бы я его так просто бах и под уросик, под унонсик делаем. И, к слову, например, если купол поставит оппонент, то я под купол тоже могу дать врыва с подрывником. И спокойнейшим образом разобрать оппонента. Да, то есть, поэтому в моменте это тоже будет очень круто и эффективно работать. Так, рискую. Вжимаюсь под респ. Пытаюсь запушить тушёночку. Противничек пытается от меня убежать. Но здесь не убежать от слова совсем. Трёх респим. Трёх оппонентов респим. Пытаемся сыграть ещё под кого-то. Под харька точно нет смысла, я его не догоню. Но здесь вот под центрик можно, конечно, ещё подраздать контентика. Пишут, что я жердяй противный доставучий. Ну, в принципе, наверное, так и есть. Когда ты на мамонте въезжаешь так жёстко в оппонента в респы. Это, ну, такая противненькая темка. Так, ну и вот сейчас заодно как раз купол проверим. Проверим на вес этот купол. Полторы тысячи, да. То есть хаос урон даже под куполом наносится в максимальном своём ключе. Вне зависимости от того, что там происходит. И противник имеет дополнительную какую-то броню, не имеет дополнительную броню. Вы в любом случае этот урон наносите. И это очень и очень круто. Так, начинают меня уже немножко жёстче принимать. Если у меня резист от рельсы. А, у меня нет резиста от рельсы. Надо резист от рельсы было взять. А то я так смотрю, что там где-то три, наверное, рельсочки есть вкусненьких. Которые, по мне, так плотненько накидывают этот урончик. Так, ну и по-хорошему нам бы сейчас вот вкатиться под ту оверку. Дроповую на центре. Успели ли я её забрать? Вопрос хороший. Нет, Хантер просто зачем-то въезжает под неё. Ну, ладно, он хотя бы её реализует. Каждому вообще без реализации чел въехал. Так, ну и сближаемся здесь с Титаном. Титан улетает благополучно на респаун. Кстати, мы по катке проигрываем. По катке мы даже проигрываем. Пытаемся, давайте, заехать вот сюда ещё. Под Титанчика вкусненького. И под Крусейдера. Наносим ещё дополнительный урон. Так, ну и в принципе я могу переодеть резист от Грома, Гаусса и Рельсы. Возьмём. Гром есть у меня по Резу. Возьмём Рельсу и Гаусс. Вот так вот сделаем за 3 минуты до конца. Чтобы у нас была ещё возможность дополнительной защиты. 24 кила для такой катки. Ну я не скажу, что это прям великолепный результат. Но это неплохой результат. Очевидно, это неплохой результат. Который уже показывает данная комбинация. Ещё один овердрайв как минимум у меня будет. Попробуем реализовать этот контентик. Подрыв. Ещё один. Срабатывает на полторы тысячи урона. И уносим оппонента. 26 киллов у нас уже есть. Так, мегаголд. Вот мегаголд. Это очень вкусная темка, когда вы играете на подрывнике. Мне бы найти, где этот голд ещё падает. Можно было бы. Опачки. Нашёл я голдик этот замечательный. Но здесь особо противников нет. Поэтому заберёт наш тиммейт уже этот мегаголдик. Так, титан ставит купол. Отличный купол под меня. Отличный куполочек под меня он поставил. Чтобы я его как раз таки зареспил. Блин, подрыв. Подрывать-то меня никак не будет никто по ощущениям. И крит урон как назло ещё тоже не срабатывает. Я конечно максимально сближаюсь здесь с оппонентами. Чтобы... Ну, бам. Титана купол быстрее пропал. Чем они тут урончика мне накидали, нанесли. По сути... По сути урона-то меньше даже. Так, мамонт. Вжимается противника. Мне надо дроповая ДАшка. И тогда можно будет вжаться по респам оппонента. Попробовать реализовать уже в респике. Ещё один замечательный Оуди. Так, вжимаемся. Под меня противничек один играет. Пробуем сыграть ещё под одного. Ещё одного респи. Под титана. Успею ли я ворвать? Нет, не успеваю под него ворвать. 31 килл. Тем временем у меня на мамонта фризе. 31 килл с мамонтом, с подрывником. Из командных контрактов. Ну, наверное, где-то до 35. У меня будет возможность дотянуться здесь. Подрывом не скажу, что большое количество киллов получилось. Да, ну, в принципе, давайте докатаем катку. Дальше я уже подведу итоги. То, как я вижу это устройство. И насколько оно вообще эффективно. И насколько оно имеет вес. Так, 50 секунд есть. Кстати, мы катку начинаем выигрывать. Разводка под Крусейдера. Разводочка под Крусейдером. Ну, такая боль-моль срабатывает. Учитывая, что у меня 0 хп было. Плюс подрыв по титану сработал на полторушку. Пойдёт. Единственное, только вот у меня было 3 овердрайва. Да, за катку. То есть с драйвером у меня было бы, наверное, 5 оверок. Да, за счёт того, что у меня быстрее бы копился бы овердрайв. Ну, и плюс я не подбирал ещё дроповые коробки. Если бы ещё дроповые коробки подбирал, может быть, тоже нормально бы. Процентик сверху бы ещё бы накопился. Так, 15 секунд до конца. Пытаюсь уехать ещё в оппонентов. Ну, наверное, давайте тормозну так. Рядом с этим бойцом встану, чтобы меня, если что, набрило. И я его тоже слил. Ну, и того, 34 кила. На мамонта, фризе, словкачём и спадревняком. В целом, что я вижу по этому устройству. Оно имеет вес, его можно реализовать, но реализовать его сложно. Да, то есть, например, харька, васпика и копера реализовать с подрывняком намного проще. Да, это устройство потяжелее, но в штурме, в регби, в захвате флага и даже в ЦП это устройство будет работать. Вы сможете с него получать дополнительные киллы, если вы будете играть именно на ловкаче и быстро сближаться с противником. Да. Вопрос, есть ли у вас на него другие какие-то устройства. Если у вас есть на мамонт, например, минер, либо драйвер, то я бы лучше его использовал. Если у вас таких устройств нету, тогда подрывник уже становится более приоритетным, более интересным. Да. Ну, а так, на лёгкие корпуса подрывник, в моём понимании, работает жёстче и более продуктивнее. Как вы видите эти устройства, напишите, что вы думаете по поводу него. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.